Так, давайте начнем. В прошлый раз мы изучали бинамиальную пирамиду и пирамиду Фибоначчи и остановились на том, соответственно, мы обсудили все операции, остановились на том, как выполнить операцию Decrease K. В общем, напомню, в обычных пирамидах, да, что мы делали? Если у нас была какая-то вершина и был некоторый путь до корня, вот чтобы уменьшить ключ вот здесь, нам было достаточно сравнить его с родителями. Если он там меньше родителя, то свапнуть его с родителем, ну и так далее. Если он меньше своего дедушки, бабушки, то снова мы его свапаем, поднимаем наверх. В случае Фибоначчи и пирамиды мы на самом деле целимся в единицу. Ну пусть амортизированную, но единицу. Поэтому это не наш путь, потому что если мы каждый раз будем подниматься наверх, то в худшем случае нам потребуется достаточно большое количество операций. То есть представьте себе, что вы каждый раз берете лист и уменьшаете его так, чтобы он был меньше корня. Поэтому придется делать много шагов. Поэтому мы придумали хитрую вещь и одновременно тупую вещь. Мы сказали, что давайте если у нас есть какая-то вершина, которую нам необходимо уменьшить, давайте мы ее не будем честно уменьшать. Давайте мы ее просто отрежем и добавим в конец списка всех деревьев. То есть мы ее отрезаем, кладем в конец списка. Всего от единицы операции. Согласны? Вот. Но таким образом мы нарушили свойства биномиальности наших деревьев. То есть я напомню, что мы начинали с биномиальных деревьев. А у биномиальных деревьев было свойство, что в каждом из них примерно, ну не примерно, а ровно два степеника элементов. И они имеют вполне себе определенную структуру. Например, дерево BK, точнее BK плюс 1 имеет вот такой вид. То есть это дерево BK, корню которого присоединено другое дерево тоже ранга K. Вот здесь мы явно это свойство нарушаем. И поэтому что мы сказали? Мы сказали, что давайте отойдем от биномиальных деревьев и будем рассматривать такие специальные деревья, у которого такие деревья ранга K, у каждого из которых ровно K детей. Вот при этом каждый ребенок имеет ранг, ну первый ребенок имеет ранг больше или равный 0, второй больше или равный единице и так далее, больше равный, чем K-1. И плюс, скажем, что деревья ранга K могут быть еще дополнительно помеченные. Что это значит? Помеченное дерево ранга K это дерево просто, у которого отсутствует один ребенок. Соответственно, что мы делаем? В прошлый раз мы сказали, что если мы хотим удалить какой-то узел и ставить его в конец списка, то есть выполнить decrease K, мы смотрим, помечен родитель или нет. Если родитель не помечен, то мы его помечаем, то есть говорим, что мы у него забрали одного ребенка, ну и кладем вот этот вот элемент в конец списка. При этом у нас было еще свойство, что все корни не помечены. Соответственно, если вот этот вот узел родитель, он уже является корнем, то есть если у него нет никакого другого родителя, то мы его не помечаем, а просто у него обновляем ранг. Это понятно, да? Вот. Теперь самое интересное. Самое интересное. Давайте я какой-нибудь другой пример тут нарисую. Здесь какие-то тоже узлы есть. Вот. Допустим, хотим уменьшить ключ вот этого друга. И представим себе, что родитель уже помечен. Если родитель помечен. Второй раз помечить родителя мы уже не можем. Да? У нас есть деревья только помеченные либо не помеченные. Вот. Свойства добавить вторую метку у нас нет. Поэтому мы сделаем хитрее. Мы возьмем, отрежем ребенка, добавим ее в конец списка. Ну, тут список деревьев. А потом поднимемся в помеченного родителя и тоже его отрежем. Понятно? Со смыслом? Смотрите, если родитель помечен, то второй раз помечить мы его не можем. С ним надо что-то еще сделать. Да? Поэтому давайте мы в него поднимемся и его тоже отрежем. И тоже положим в конец списка. Нет. Любой корень не помеченный. То есть, когда мы его вытаскиваем в конец списка, мы просто снимаем пометку и обновляем у него ранг. Ну, то есть ранг у него будет на 2 меньше, чем у него есть сейчас. Ну, почему на 2? Потому что он помечен, у него уже не было сына и плюс мы забрали у него еще одного сына. Да? Вот, супер, гениально, да. Дальше смотрим сюда. У него снова родитель помечен. То есть мы не можем второй раз добавить пометку его родителю. Поэтому мы снова поднимаемся в его родителя, ну, уже в родителя, в родителя, родителя, родителя и выносим снова в конец списка. И как только мы встретим первую непомеченную вершину или как только мы встретим корень, мы ставим пометку. Ну, точнее, если это корень, то мы пометку не ставим, мы просто обновляем у него ранг. Понятно, да? То есть действительно, мы поднимаемся наверх, пока не встретим первого непомеченного предка. Окей? То есть если родитель помечен, то что? то выносим вершину и всех помеченных предков в конец списка. Ставим метку. первого непомеченного предка. Идея ясна, да? Вот. Ну, на самом деле, случай один, случай два можно объединить, да? То есть написать общую процедуру, да? То есть мы просто поднимаемся наверх, пока там не встретим первую непомеченную вершину, да? Если вершины помечены на пути наверх, то мы просто их берем, отклеиваем и кладем в конец списка. Окей, да? Вот. И вот тут возникает вопрос. Ну, а чем это лучше, чем вот, скажем, чем вот эта процедура, лучше, чем вот эта вот логарифмическая процедура? Ну, вот декриски здесь или декриски здесь, да? Казалось бы, и здесь, и здесь мы тратим, ну, мы тратим логарифмическое время на подъем. И здесь тоже в пункте 2 мы поднимаемся по понеченным родителям и потенциально можем подниматься достаточно долго, да? Но я защитил себя от этого вопроса, я написал тут вот эту штуку. Вот. А в чем смысл амортизации с прошлой лекции? Помним. Если у нас есть какая-то долгая операция, мы можем ее самортизировать, сказав, что до этого у нас было выполнено очень много, ну, маленьких операций. То есть операций, которые стоят дешево, да? Действительно ли у нас здесь такая ситуация? Действительно ли у нас было много дешевых операций до этого? Помечали. Вот, супер, да. Смотрите, если мы долго, почему мы долго поднимаемся, почему мы можем долго подниматься? Мы можем долго подниматься, если у нас очень много помеченных вершин, да? А в какой момент у нас вершины помечаются? А помечаются у нас вершины, когда мы у них забираем ребенка, да? То есть, если у нас много помеченных вершин, это значит до этого, раньше, мы забрали много детей. Да? Ну, давайте скажем следующую вещь. Когда мы забираем ребенка, мы дополнительно тратим еще одну операцию на будущее. То есть когда мы добавляем пометку, мы говорим, что вот тут мы как бы в банк кладем еще одну операцию, чтобы на будущее можно было бесплатно вот эту вот вершину просто взять и, ну, помеченную вершину взять и положить в конец списка. Вот эта мысль понятна? Вот. Ну, давайте более формально. Каким-нибудь банковским методом докажем. Давайте добавим. Вот пусть у нас тут какие-то под деревья. Вот здесь какое-то под дерево. Вот. Хотим убрать вот эту вершину. Вот эти вершины пусть будут помечены. Ну, и давайте разбираться, сколько монет нам нужно потратить на операцию DecreaseK. Так. Давайте договоримся о некоторых инвариантах. Ну, во-первых, инвариант один на корнях по одной монете. Ну, это на самом деле старый инвариант. То есть для чего нам нужен был этот инвариант? Чтобы у нас extract min равнел за алгоритм. Ну, помните, мы этот инвариант хотим поддерживать. Вот это нам гарантирует, что extract min работает за алгоритм. Это мы доказывали в прошлый раз. Давайте добавим еще один инвариант на помеченных вершинах по две монеты. Вот. И ситуация у нас следующая. Вот здесь лежат две монеты, вот здесь лежат две монеты, и вот здесь на корне лежит одна монета. Вот. Почему это… Ну, как мы будем сохранять этот инвариант? Смотрите. За decrease key просим четыре монеты. Ну, четыре. Константное количество, да? Вот. Как мы будем этим монетами распоряжаться? Смотрите. Одну монету тратим на отрезание на отрезание вершины. Ну, понятно. Ее надо отрезать, да, и поместить в конец списка. То есть на это надо какое-то действие потратить. Вторую монету. Точнее, как мы говорим, одну. Одну. Еще одну монету тратим на… Как вы думаете, на что надо еще одну монету потратить? Ну, нет, мы уже вот все… Мы отрезали вершину, положили ее в конец, на это все потратили. Одну монету. Нужна еще одна монета. Одну монета, да. Вот когда вершина становится корнем, что у нее должно появиться? Да, у нее монета должна появиться, да? Вот первый вариант. На каждом корне должно быть по одной монете. Всегда. Поэтому одну монету мы кладем… Одну монету мы тратим на то, чтобы положить ее вот сюда. Окей. Ну, и теперь смотрите. У нас осталось сколько монет? Осталось две монеты, да? Давайте попробуем сделать так, что у нас дебет с кредитом сошелся. Что мы делаем дальше? Мы идем в родителя, и что мы видим? Видим, что родитель помечен, да? Мы на него денег тратить не хотим, потому что если мы на каждого родителя будем тратить наши драгоценные две монеты, то у нас ничего не останется, и мы, соответственно, не войдем в бюджет. Но что мы знаем? Мы-то знаем, что у родителя есть уже две монеты. Ну, по предположению, да? По предположению, второй вариант у нас на родителе помеченном уже есть две монеты. Соответственно, он сам уже может там за себя, ну, как бы, он сам за себя может заплатить. Окей? То есть, дальше. Если родитель помечен, то он сам за себя заплатит. Ну, все. То есть, мы удаляем у него одну монету на то, чтобы он встал в конец списка, да? И еще одну монету переносим ему, ну, как бы, в фон того, что он стал корнем. Да? Все понятно? Окей. Дальше. Снова поднимаемся в его родителя. Смотрим, он тоже помечен. Но так как он помечен, у него уже есть две монеты, поэтому он сам за себя снова может заплатить. Да? Поэтому он там тратит одну монету на то, чтобы себя отрезать. Вот. И одну монету кладет в себя, ну, так как он корень. Давайте список. Так. Давайте тут, пусть это не будет, пусть это будет не корень. Вот, мы так поднимались по помеченным родителям, и кажется, помеченный родитель платил за себя. Вот. То есть, мы никаких новых монет не добавляли. Да? То есть, мы пока укладываемся в бюджет четыре монеты. Вот. А теперь смотрите, мы встречаем первого непомеченного родителя. Что мы должны сделать? Да, все. Отдаем ему оставшиеся две монеты. Все. У нас бюджет сошелся. Одну монету мы потратили на себя, одну монету мы оставили про запас на корне, а две монеты отдали первому непомеченному родителю. Окей? Все. Мы сохранили второй вариант. Ставшиеся две монеты отдаем новой помеченной вершине. Все. Кажется, что я доказал, что на каждую операцию decrease key мне достаточно потратить четыре монеты. Ну, а собственно из этого следует, что у меня ампетизированная стоимость decrease key от единицы. Давайте задайте вопрос, что осталось непонятным. Ну, то есть, экстракт мин просит логарифм монет, decrease key просит четыре монеты. Вот. Ну и, соответственно, у нас экстракт мин, он сохраняет первый инвариант. Второй инвариант он точно сохраняет, так как он с помеченными вершинами вообще не имеет дела. То есть, помните, когда мы обсуждали экстракт мин, мы, в принципе, нам, в принципе, помеченные вершины были не нужны. Вот. Ну, а decrease key, он как сохраняет как первый вариант, так и второй инвариант. Соответственно, все оценки корректны. Или нет? Где обман? На самом деле остался еще один тонкий момент. И заключается он в следующем. Смотрите, когда я доказывал оценку для экстракт мин, на самом деле я все это делал в предположении, что у меня были какие деревья? Беномиальные деревья, да? С беномиальными деревьями все хорошо. У них рамка совпадает с логарифмом его размера. Поэтому мы всегда могли сказать, что у любого дерева количество детей, порядок логарифма. Ну и плюс, когда мы все деревья мерджим, да, то есть делаем consolidate, у нас количество деревьев остается логарифмическим. Но здесь мы отказались от миномиальных деревьев и перешли к каким-то странным деревьям. И вот тут на самом деле должен был возникнуть вопрос, а почему, соответственно, когда мы сделали вот такие странные деревья, почему у нас как бы логарифмичность сохраняется? Почему действительно у нас у каждого дерева порядка логарифма детей? Почему у нас, соответственно, после того, как мы все смерджим, у нас останется порядок логарифма деревьев? Да? Логичные вопросы. Ну давайте для этого придется доказать одно утверждение, и все станет хорошо. В дереве фибоначчевой пирамиды размер. Не меньше, чем катое число фибоначчо. Вот это катое число фибоначчо. На самом деле вопросы должны были еще раньше возникнуть. А почему пирамид, собственно, фибоначчевой называется? Вот. Вот из-за этого утверждения. Что в каждом дереве у нас будет как минимум катое число фибоначчо вершин. Дерево из фибоначчевых пирамид. Нет. У нас пирамида состоит из каких-то деревьев. Смотрите, я не называю эти деревья фибоначчевыми. Я могу назвать, что это деревья фибоначчо, но просто в литературе фибоначчевыми деревьями обычно называются avl-деревья. Может кто-нибудь поймет, почему avl. Ну, в общем, ладно. В общем, если вы помните, то число вершин в avl-деревья тоже связано с числом фибоначчо. И вот поэтому назвали фибоначчевыми деревьями, теперь вот это я не могу назвать фибоначчевыми деревьями, но у нас пирамида, она состоит из таких деревьев просто. Вот. И в каждом таком дереве, ну, то есть в каждом дереве у нас имеет какой-то ранг. В дереве ранга k вот такое количество вершин. Ну, как минимум вот такое. Ну, давайте докажем. По индукции. Какое количество вершин в фибоначчевыми деревьями ранга k? Ой, ранга 0. Одна. Ну, фибоначчевое дерево ранга 0 — это просто одна вершина. Да? Ну, очевидно, это больше равно, чем f от нуля. Ну, f от нуля, полагаем, равным единице. Дальше. Фибоначевым деревьем ранга 1. Как минимум сколько вершин? Ну, 2 — это если бы, ну да, фибоначчевое дерево ранга 1 — это дерево, у которого один ребенок, да? Но у нас же существуют еще помеченные деревья. А в помеченном дереве ребенка нет. Соответственно, если это дерево ранга 1, оно помечено, то у него один ребенок, да? То есть это минимально возможное количество. Поэтому больше бы равно единице. Ну, то есть либо 1, либо 2. Вот. И это тоже больше равно, чем f от единицы, который тоже полагаем равным единице. Вот. А теперь переход. Ну, давайте там я прогущу, там бла-бла, допустим, там для любого k меньше, чем кого-то k' у нас все хорошо, да? Давайте переход непосредственно докажем. Переход. Рассмотрим фибоначчевое дерево ранга k плюс 1. Что мы можем про него сказать? У него есть сын, которого ранг больше либо равен, чем 0. Больше либо равен, чем единица и так далее. Больше либо равен, чем k. Да? Или нет? Да, на самом деле, если это дерево помечено, то последний сын у него k минус 1 ранг имеет, да? Вот. Ну, соответственно, модуль, точнее, размер вот этого k плюс 1 дерева складывается из минимальных размеров всех вот этих деревьев плюс 1, да? Поэтому это больше либо равен, чем 1 плюс модуль f от 0 плюс модуль f от 1 плюс и так далее плюс модуль f от k минус 1. Вот. А это, в свою очередь, по предположению индукции больше либо равно, чем 1 плюс f0 плюс f1 плюс и так далее плюс f от k минус 1. Ну, эту штуку узнали, да? Это равно как раз таки f от k плюс 1. Все. Ну, вот. То есть мы получили сумму k минус 1 числа Fibonacci плюс 1, соответственно. Вот. Получили f к плюс 1 число Fibonacci. Вот. Ну и следствие. Так как k число Fibonacci больше либо равно, чем 3 вторых в степени k минус 2. Ну, это тоже в прошлом семестре доказывали. Ну, или это известный факт. Вот. Вот что из этого следует? Из этого следует, что k есть O большое от логарифма n, да? Ну, то есть ранг. Ранг не более чем, ну, какая-то константа умноженная на логарифм размера дерева. Да? Ну, просто прологарифмируем обе части. То есть вот эту часть и… Ну, тут еще. Тут неравенство можно добавить. 3 вторых. k минус 1. Вот. То есть логарифмируем правую часть и вот эту левую часть. Вот. Получаем, что логарифм размера больше либо равен, чем k. Да? Ну, вот. Ну, на этом все. Соответственно, доказали, что число детей у любого дерева не больше, чем логарифм. Ну, и из всего этого уже следует, что тут тоже логарифм. Окей? Ну, на этом содержательная часть, видимо, все. По-туда, на чем у дерева. Давайте финальные вопросы. Есть. Так, ну, наверное, стоит еще сказать, я про это забыл, но надо, наверное, указать, кто вообще автор этого всего. Значит, ну, фибоначчевое дерево. Фредман и небезызвестный Тарьен. Это тот самый, кстати, кто сплей дерева придумал. Вы заметили, да, что он любит всякую амортизацию и так далее. По-моему, вот такой год. И биномиальное дерево забыл. Пусть пока Борис Вишневский будет. Ну, это тот же, кто Декартово дерево придумал, а кто Декартово. Ладно, потом. Все, на этом мы с пирамидами закончили. Теперь давайте перейдем непосредственно к теме первого задания, а именно к решению задач, ну, точнее, к дополнительным главам решения задач RMQ и RSQ. И начнем мы с дерева отрезков. Обновление. Нет, давайте сначала дерево отрезков. Реализация запроса сверху. О, вспомнил. Виеман. Окей. Итак, дерево отрезков. Ну, дерево отрезков, я думаю, на семинарах все разбирались, да? Помню, что это такое. Значит, у нас есть… У нас есть некоторый массив. Давайте какие-то значения. Вот. И, соответственно, мы хотим научиться решать… Точнее, хотим вот на этом, на массиве значений выполнять некоторые запросы, да? Запрос вида взять некоторый отрезок и найти на нем, ну, не знаю, либо сумму, либо какой-нибудь минимум, максимум, наибольший вообще делительный, меньше общекратный, неважно, да? То есть выполнять какую-то ассоциативную операцию. Вот. Как мы это делаем? Ну, давайте будем проверить пример для минимума. Вот. Что мы делаем? Ну, во-первых, мы говорим, что все вот эти элементы нашего массива это будут листовые значения, да? То есть это листья некоторого дерева. Вот. Дальше каждую пару листьев последовательную мы объединим в узел на более высоком уровне. Вот. И в этом узле будем хранить значения минимума на соответствующих элементах. То есть тут 3, тут 1, тут 0, тут 5. Вот. Далее эти последовательные вершины тоже объединяем в одну. Тут, соответственно, единица, тут 0. Ну, и тут, соответственно, в корне хранится значение минимума на вообще всех элементах. Вот тут хранится значение минимума на первых четырех элементов, ну и так далее. Вот. Ну и, соответственно, в одном из прошлых семестров вы обсуждали, что, в общем, это очень крутая структура данных, которая позволяет искать быстро за алгоритмическое время значение любой ассоциативной операции на произвольном отрезке, вот. Ну и плюс она позволяет обновлять элемент, позволяет обновлять произвольный элемент, да. Просто двигать, ну, допустим, обновили восьмерку, ну и дальше поднимаясь от снизу до корня, мы обновляем все соответствующие последовательные элементы. Вот. Ну и, собственно, как устроены запросы, тоже, я думаю, разбирали. Вот. Мы просто идем снизу вверх и ищем, ну, допустим, хотим найти минимум вот на таком отрезке, просто идем снизу вверх и пытаемся разбить этот отрезок на наименьшее количество узлов, да. То есть, условно, за вот этот вот отрезок отвечают узлы, отвечает вот этот узел, вот этот узел и вот этот узел. То есть, заметим, да, что каждый узел отвечает за свои непересекающиеся отрезки. Вот. И, соответственно, задача найти их наименьшее количество. Вот. В прошлый раз, точнее, в прошлый семестр вы изучали стратегию снизу вверх. А теперь давайте подумаем, можно ли вот эти же самые узлы искать в какой-нибудь стратегии, двигаясь сверху вниз. На самом деле можно. Каким образом? Идея на самом деле очень простая. Смотрите. Про каждый узел мы на самом деле знаем, за какой отрезок он отвечает. Ну вот смотрите. Допустим, мы стартуем отсюда. Вот мы знаем, что мы здесь. Мы знаем, что вот этот вот узел отвечает за весь массив целиком. А нам нужно найти ответ LDR. Правда ли, что мы можем взять значение в этом узле в качестве ответа? Ну или в качестве промежуточного ответа? Можем или нет? Нет, потому что он захватывает лишние части. А раз он захватывает нижние части, давайте просто-напросто возьмем и рекурсивно спустимся в его детей. Рекурсивно спустимся в детей. То есть скажем, что вот здесь мы не можем взять ответ. То есть отсюда мы вообще ничего не можем вычленить. Поэтому давайте просто-напросто спустимся в левого сына и спустимся в правого сына. Давайте пойдем налево. Вот здесь. Мы находимся здесь. Снова смотрим, за какой отрезок отвечает этот узел. Этот узел отвечает за вот такой отрезок. Можем ли мы его взять в качестве ответа? Нет, не можем. Потому что он захватывает что-то лишнее. Поэтому мы снова должны рекурсивно спуститься в детей. Хорошо, спустились в детей. Смотрим вот на этот узел. Мы видим, что его отрезок вообще не пересекается с тем, что нам нужно. Поэтому его вообще даже смысла нет обрабатывать. То есть нет смысла спускаться в его детей. Понятно? То есть как только мы поняли, что узел вообще не пересекается с интересующим нас отрезком, то мы просто-напросто завершаем работу в нем. Все, мы дальше вниз не спускаемся. Дальше идем сюда. Вот здесь ситуация очень интересная. Мы находимся здесь, и отрезок, за который он отвечает, целиком находится внутри вот этого нашего запроса. Что это значит? Все, да, можно остановиться, можно взять его в качестве ответа. В качестве промежуточного ответа, точнее. Ну, с правой веткой то же самое. Просто спускаемся, смотрим всякие пересечения и так далее. Идея понятна? Давайте напишем простой код. Кьюери от нод АБ ЛР. Значит, АБ это отрезок, за который отвечает узел нод. Ну, а ЛР это запрос. Как выглядит запрос? Ну, смотрите, если отрезок, за который отвечает вершина, вообще не пересекается с отрезком ЛР, то что нужно сделать? Ну, что нужно делать, если у нас отрезок, за который отвечает вершина, вообще не пересекается с ответом? Все, ну, то есть ничего не делать, да? То есть просто вернуть какой-то нейтральный элемент. Так будем обозначать. Ну, нейтральный элемент для минимума — это плюс бесконечность, да? Плюс бесконечность вообще не меняет результат операции минимума. Так, далее. Какая у нас есть еще хорошая ситуация? Хорошая ситуация вот эта, да? Когда мы целиком лежим внутри запроса. Вот когда мы целиком лежим внутри запроса, то что мы должны сделать? Все, мы должны, да, мы должны вернуть значение вот здесь, в этом узле. Поэтому возвращаем. Ну, давайте точка выложила. Ну, то есть это значит значение вот в этом узле. Ну, а теперь смотрите. Если мы, то есть если не выполняется первый вариант, то есть вот этот вариант, и не выполняется вот этот вариант, то что нужно сделать? Да, рекурсивно спуститься в детей. Все. То есть, соответственно, записываем left res. Так, давайте сделаем следующую вещь. Давайте. Ну, хотя ладно. Оставьте, пожалуйста, чуть-чуть места вот между строками. Мы сюда кое-что вписывать будем еще потом. Значит, left res — это будет просто, запрос от левого сына ноды. А левый сын за какой отрезок отвечает? За отрезок от A. Да, и A плюс B пополам. Ну да. Вот. Ну и запрос такой же LR. Соответственно, правый результат — это запрос от правого сына. то есть от A плюс B пополам плюс 1 до B и LR. Ну и в качестве ответа возвращаем результат, который нам вернул левый запрос, и результат, который нам вернул правый запрос, да? То есть LR, трес. Давайте вот таким символом буду обозначать результат операции. То есть неважно, это плюс, минимум, максимум и так далее. Ну вот. Таким образом реализовали запрос сверху вниз. Результат. Ну, смотрите, мы посчитали результат. То есть мы рекурсивно спустились в левого сына и рекурсивно спустились в правого сына. Нам левый сын какой-то результат посчитал. И правый сын какой-то результат посчитал. И нам осталось все эти результаты склеить. Ну вот. Окей? Ну вот. Такая реализация запроса сверху. Можно дальше пойти? Да. Что? А место, потому что мы сейчас начнем. Так, вот это мы закончили. И теперь давайте перейдем к самому интересному. Зачем вообще сегодня собрались? Обновление на подотрезке. Смотрите, что мы обсуждали ранее. Ранее мы обсуждали, что мы умеем обновлять каждый элемент по отдельности. То есть мы могли там обновить семерку, допустим, заменить ее на ноль. И тогда, поднимаясь на мерку, мы бы все единицы тут заменили на нолики. Вот. А теперь задача состоит следующим образом. Нам поступает запрос и нам говорят, ну, нужно обновить все элементы вот тут вот. Там на какое-то число. Или заменить их все каким-то конкретным числом. То есть либо все установить в ноль, либо все увеличить на двойку. Ну, короче, какой угодно запрос. То есть запрос обновления на целом отрезке. Да? Если мы будем делать это тупо, то у нас это займет сколько времени? n log n. Да, ну, то есть если у нас там отрезок имеет размер порядка n, то если мы каждый по отдельности будем обновлять, то это будет долго. n log n. Хочется это делать быстрее. Сейчас мы это сделаем за логарифмическое время. Каким образом? Смотрите, вот допустим снова мы хотим совершить запрос обновления на всем этом отрезке. Ну, допустим, все элементы увеличить на плюс 2. В чем идея? А идея на самом деле точно такая же, как и выполнение запроса. Смотрите, когда мы выполняли запрос, мы наш большой отрезок разбивали на логарифмическое число, вершин, да, то есть на логарифмическое число подотрезков. Давайте здесь делаем то же самое. Давайте, если нам пришел запрос обновления на всем отрезке, давайте не будем каждый в отдельности элемент обновлять, а просто возьмем, разобьем его на вот такие вот узлы и запишем в каждом узле обещание. То есть не обновление, а обещание, что мы когда-то там что-то обновим. Понятно? Вот, ну, то есть, грубо говоря, что мы делаем? То есть устроено все примерно как какая-то бюрократия, да, вот, допустим, вот поступил откуда-то запрос сверху, что вот этим друзьям нужно улучшить жизнь на плюс 2 единицы, да? Не знаю, дать больше чего-то там. Да, больше золота. Вот. Что мы делаем? Вот этот друг, он понимает, что, ну, как бы, ну, на самом деле все узлы у нас ленивые, да, они особо ничего не хотят делать. Вот. То есть этот человек видит, то есть этот чувак видит, что вот всем сразу пообещать плюс 2 он не может. Ну, соответственно, приказа такого не поступало, да? Поэтому он просто берет и сваливает все там на своих подчиненных, да? Он говорит, что давай-ка лучше ты и ты там разберитесь, кому что надо обновить, да? Вот этот чувак видит и понимает, что ему нужно обновить вот здесь, а здесь ему ничего обновлять не надо. Но за этих людей он уже не отвечает, правильно? Поэтому что? Ну, я как бы за это не отвечаю, поэтому спускаю все на уровень ниже. То есть вы там справляетесь как хотите. Соответственно, вот этот друг приходит и говорит, а я тут вообще при чем? Да, у меня тут вообще никого нет. Соответственно, все. Мы тут как и раньше завершаем работу. Теперь приходит вот этот друг, ему пришел запрос, что нужно улучшить жизнь вот этих вот элементов на плюс 2 единицы. Ну, как бы, окей, нужно улучшить жизнь на 2 единицы, но как бы это все долго, нужно что-то выполнять, нужно спускать и так далее. Давайте-ка я сохраню, то есть я не буду улучшать жизнь, я просто сохраню обещание. То есть я пообещаю, что когда-нибудь все будет хорошо. То есть я вот тут сохраню плюс 2. Ну, собственно, мы так и будем называть. Ну, собственно, вот в структуре, которая хранит вот этот узел, ну или в дополнительном массиве, мы будем просто хранить промис, обещание. Вот здесь то же самое. Мы спускаемся, спускаемся, и вот этот друг тоже говорит, что вот тут я обещаю, что когда-нибудь тут все будет на плюс 2. Ну и тут тоже обещание на плюс 2. Вот. Идея понятна, да? То есть мы просто останавливаемся пораньше. То есть мы не делаем как бы все как надо, а вот в какой-то момент просто останавливаемся. Окей. Собственно, основная идея понятна, да? Вот. Но не перед выборами будет сказано, но обещание когда-то надо выполнять, да? Вот. Давайте поймем, как выполнять обещание. И вот обещание мы будем выполнять с помощью специальной процедуры, которую назовем, точнее, которая обычно называется достаточно грубо, push. То есть давайте пока не задумываться, в какой момент мы будем выполнять обещание, и не задумываться, как выполнять push, потому что мы пойдем на перерыв. После перерыва мы разберемся. Так продолжим. Мы хотим научиться выполнять обещание, то есть, ну а точнее проталкивать обещание дальше. Вот. Как мы это делаем? Вот смотрите. У нас в какой-то вершине есть невыполненное обещание, да? Ну и, соответственно, в какой-то момент нужно это обещание, соответственно, выполнить. Что мы для этого сделаем? Ну, во-первых, чтобы выполнить обещание, нужно просто-напросто взять и сказать его детям, что на самом деле когда-то поступал вот такой-то запрос. То есть мы на самом деле должны взять вот это плюс два и протолкнуть влево сына и вправо сына. То есть сказать, что вот тут плюс два и тут плюс два. Окей? Вот. То есть на самом деле все просто. То есть мы говорим, что в левом сыне обещание мы увеличиваем на величину нашего обещания. Вот таким символом я буду обозначать операцию обновления. То есть запрос выполняется по этой операции, ну, допустим, это минимум, а обновление выполняется по этой операции. Ну, допустим, прибавить, ну, вот это прибавить, да? То есть мы левому сыну должны сказать, что если я там что-то наобещал, то нужно дополнительно еще пообещать вот это. Да? Ну, аналогично с правым сыном. Right node. Promise. Promise. Вот. Вот. И что мы сделали? Мы избавились, ну, точнее, еще не избавились. Вот у нас тут обещание висит. Но вы просто сообщили своим детям, что вот тут и тут теперь должно быть плюс 2. Теперь, смотрите, в чем идея? Избавиться от обещания здесь мы не можем. Ну, почему? Смотрите, если мы просто возьмем и забудем это обещание, то на самом деле у нас вот тут вот останется какое-то, ну, некорректное значение. Да? То есть мы знаем, что у нас на всем вот этом подотрезке все элементы увеличились на плюс 2, а как бы находясь здесь мы не можем понять, да, то есть у нас тут реальные единицы или там что-то еще было наобещано. Поэтому давайте мы тут обновим, наконец, значение. То есть выполнение обещания заключается в том, что мы спускаем обещание ниже и выполняем обещание в своем узле. Да? То есть мы пишем тут значение, которое бы было при выполнении всех обещаний. Да? Но в частности, если мы знаем, что раньше тут минимум был единица и плюс на всем отрезке надо сделать плюс 2, то какой минимум станет? Ну, тройкой, да. То есть если мы и левый сын, и правый сын увеличим на 2, то минимум станет тройкой. Соответственно… Что? Давайте сразу скажем, да, это… Что у нас операция обновления… Что? Нет, не все операции работают. Работают только дистрибутивные операции. То есть давайте скажем, что операция обновления, она у нас ассоциативна и дистрибутивна по операции, ну, такой. То есть что это значит? Это значит, что дельта равно а дельта плюс b дельта. Вот. Если такое свойство исполняется, то очевидно все нормально, да? Вот. Ну, то есть смотрите, раньше мы в узле хранили вот это значение. Вот. И просто обновили на дельту. А теперь мы просто взяли и спустили дельту в детей и просто храним вот эту информацию. Да? Все. Соответственно, мы говорим, что tnode value value мы должны обновить на promise. Ну и, соответственно, все. Мы обещание выполнили. Про обещание можно теперь забыть. Да? Все. Последний штрих. Это tnode точка promise. Все. Вот таким образом мы выполняем обещание. То есть спускаем обещание в левого сына, в правого сына, сохраняем значение, которое с учетом обещания и забываем про обещание. То есть теперь нам уже спускать в детей нечего, да? Все же надо, мы уже спустили. А несколько обещаний? Несколько может быть, да, естественно. Ну, то есть если… Ну, смотрите. Да, да, да. Если у вас тут раньше было обещание на плюс 2, и вам нужно добавить новое обещание на плюс 3, то вы просто пишете плюс 5. Все. Ну, то есть как раз-таки нам для этого нам и нужно условие на ассоциативность операции обновления. Можно еще раз? Начало. Когда мы даем обещание своим детям, они его сами выполняют, и просто… Вот, да, хороший вопрос. Когда мы передаем обещание своим детям, что они с ним делают? Они на самом деле просто его тоже сохраняют. То есть пока мы их не попросили его выполнить, они просто его сохраняют. То есть на самом деле мы как бы приперли к стенке вот этого друга, то есть мы сказали, все, выполняй, пора. И он как бы спускает все вниз, как бы я все выполнил, а дети уже как бы, ну, уже когда только их попросят, тогда они начнут выполнять. Вот, понятно, да? Да. А как лучше обозначать, если у нас обещание не выполнил в плату? Ну, смотрите, для операции минимума, на самом деле, в качестве обещания можно хранить, ну, если там идет операция плюс, то достаточно хранить, кажется, что ноль. То есть если вы храните ноль, то все нормально. То есть ноль означает, что у вас не было обещаний. Вот. Не знаю, можно хранить, ну, если там мы говорим про C++, то можно хранить этот stdOptional. Ну, это такой класс, который как бы сам хранит, что есть ли какое-то значение или нет значения. Посмотрите. Окей, еще вопросы? Вот этих родителей. Вот этих родителей. Смотрите. Вот если у нас обещание доползло досюда, то это значит, что родители мы уже пропушили. Вот такая идея. То есть мы каждый… То есть как у нас спускаются обещания? Обещания у нас спускаются только с помощью пуша. Ну, это я… Это мы сейчас код напишем, как кьюри выполняется, как апдейт. Вот. Да. То есть если обещание спустилось, значит мы родителей уже пропушили и в нем значение уже обновлено. Все. Получается, что мы в каждом решении помимо значения, то есть ключа в решении, заводим еще и обещание. Да, да. В структуре. Ну, вот мы храним и value, и promise. Как бы два значения в одном, я не знаю, как хранить. Что выполняется за логарифм? Непонятно, почему будет логарифм. Ну, мне кажется, что… Вы верите, что запрос выполняется за логарифм? Ну, а так… Хорошо, давайте напишем… Все согласны? Давайте сейчас напишем функцию update и наконец поймем, почему это выполняется за логарифм. На самом деле update вообще не будет отличаться от вот этой штуки. Почти. Ладно, давайте. Как выполнить update? Значит, мы берем какую-то вершину. Вот. В ней мы хотим выполнить update. Ну, то есть понятное дело, что мы стартуем с полевой вершины, да? С корня. Вот. Мы хотим обновить все на отрезке вот LDR на величину delta. Вот. Что мы делаем? А делаем мы то же самое, что и здесь. Смотрите. Если… А, ну, давайте еще тут. Нужно ставить параметры AB. Ну, все параметры те же самые, что и здесь. AB — это отрезок, за который отвечает node. LR — это отрезок, на котором нам нужно что-то обновить. Вот. То есть если AB вообще не пересекается с отрезком LR, то что значит? Нас попросили обновить на отрезке LR, а мы находимся в вершине, которая с этим отрезком не пересекается. Ну, ничего обновлять не надо, да? Ну, то есть давайте назад. Значит, мы находимся вот здесь, да? Нас просили обновить здесь, а мы как бы находимся здесь. Ну, ничего делать не надо. Соответственно, просто return. Дальше. Если отрезок AB целиком входит LR, то вот тут-то что надо сделать? Нужно обновить обещание, да? То есть мы говорим, что t node.promise. Мы должны обновить обещание на дельту. Ну, return. Так, а если ни первый, ни второй случай, то это значит, что мы перекрываемся, да? То есть вот то, за что мы отвечаем, то, где нам надо обновить, пересекается. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны спустить проблему на уровень ниже, да? И вот в этот момент мы должны сделать push. Понятно? Вот в этот момент у вершины должна проснуться совесть. Ну, вот у этой вершины. Допустим, у нее еще было там какое-то обещание, да? Ну, не важно какое. Вот в этот момент у нее должна проснуться совесть. Почему? Потому что мы спускаем проблему на уровень ниже. Но как бы вот эти дети, они же еще не знают на самом деле про то, что было какое-то обещание до этого. Поэтому мы должны им сказать про то обещание, которое было раньше, и плюс сообщить новое обещание. Согласны? Все, поэтому здесь мы просто делаем push. Все, сделали push. То есть мы избавились от своего обещания. И плюс рассказали про все обещания своим детям, да? Вот. То есть перед тем, как спускаться, мы как раз таки делаем push. Вот ровно то, про что я говорил, да? Вот. Сделали push. И наконец-то можем сделать update. Update в левом сцене. Тоже A. Плюс B пополам. L, R, delta. Update в правом сцене. Write note. A плюс B пополам. 1. B, L, R, delta. Вот. Мы обновили значение в левом сцене, обновили значение в правом сцене. То есть теперь у них там вот внизу результат обновился, да? Согласны? Соответственно, мы должны обновить значение, ну, в корне, да? То есть там, где мы сейчас находимся. В note. Все, поэтому последний штрих – это tnote.value равно t… Я просто буду left писать, tleft.value, tleft.promise, плюс the right value с учетом promise. Все, вот и весь апдейт. Окей? Теперь понятно, почему это работает за логарифм, на самом деле. Ну, в общем, то же самое, что и к юри. Ну, просто мы добавили одну операцию push здесь. Вот. Ну, точнее, из того, что на каждом уровне не более чем два фундаментальных узла, да? Из-за того, что мы тут добавили всего лишь операцию push, которая стоит, я напомню, всего лишь от единицы. То есть мы тут просто… То есть мы тут никуда не спускаемся, да? Мы просто обновляем всякие промисы, завел, и это все за вот единицы работает, поэтому здесь тоже все хорошо. Вот. Ну и осталось… Что осталось? Осталось вернуться к нашему к юри. К юри и подружить вот это к юри с апдейтами на отрезках, да? Давайте, может, вы подскажете, что тут нужно исправить. Тут достаточно исправить две строчки. Да, две строчки. Ну, давайте по порядку. Первое условие. Нужно тут что-то менять? Ну, нет, да, как и раньше. Если отрезок запроса не пересекается с тем отрезком, за который мы отвечаем, то все в порядке. То есть ничего не надо делать. Вот тут надо что-то исправить. Давайте с картинкой. Вот, мы находимся здесь. Нам нужен запрос на отрезки от L до R. Что нужно делать? А зачем пушить? А зачем нам пушить? Зачем нам детям знать про обещания? Мы же… Вы понимаете, если вас просили, вы выполнили обещание? Вы сказали, да, конечно, я выполнил обещание. Все, и вы даете просто ответ. Нет, как бы детям тут все еще не нужно знать про то, что что-то там было. Окей? Понятно? То есть что нужно сделать? Ну, надо просто… Нужно еще к тому значению, которое здесь есть, лучше добавить promise. То есть то значение, которое есть в детях, и все это обновленное на величину обещания. Обещание мы еще не выполнили. Поэтому тут хранится старое значение. Обновление хранится здесь. То есть мы выдаем ответ старый и невыполненное обещание. The node.promise. Окей. Так, а вот здесь что нужно сделать? Ну, что мы тут делаем? Мы тут спускаемся влево, сын и в право, сын. Да, пуш у нас сделать. Если мы спустимся влево, сын и в право, сын, они ничего про обещание не знают. Все, косяк. Поэтому надо им сначала сказать, что вот было такое-то обещание, было такое-то обновление. Обновитесь, а потом делайте все остальное. Это, видимо, Windows, да, этот мотивировался этим всем. Вот, где мы находимся, здесь. То есть мы хотим, ну, точнее не здесь, а давайте вот тут мы находимся. Вот, мы хотим узнать результат вот здесь и результат вот, ну, то есть сумму результатов здесь и результатов здесь. Вот. Чтобы они могли выдать корректный ответ, нам нужно рассказать им про старые обещания, да, которые были здесь. Вот. Поэтому вот тут, вот тут нужно добавить строку push от node. Все. Ну, собственно, вот, вот запрос реализации сверху вниз, вот выполнение обещания, и вот апдейт. Тоже мы идем сверху вниз и постепенно проталкиваем обещания все ниже и ниже. Вот. Ну, до тех пор, пока мы не найдем наибольший отрезок, который входит целиком в наш запрос. Вот. Понятно? Давайте пример какой-нибудь разберем. У нас время есть. Давайте построим какое-нибудь дерево и что-нибудь на нем пообновляем, какие-нибудь запросы построим. Вот. А можно вопрос? Да. Я хочу прибавить корректным числом на объекте плюс 2. Так. Проминс в вершине, там будет, что я плюс 2 должен прибавить? Да. Тогда вот когда мы, вот, в гердиске, витерный, там точно обмажать на проминс просто или там еще выказать? Помню. Ну, смотрите, снова, да, я же сказал, что у нас операция вот эта, она должна быть дистрибутивно по операции обновления. Если вы делаете минимум, да, то есть, ну, смотрите, вы храните, у вас тут хранится старое значение минимума. Допустим, единица. И вы сказали, что вы на всем отрезке, где минимум единица, сделали плюс 2. Ну, вы согласны, что минимум тоже обновился на плюс 2. Поэтому тут все нормально. Если тут сумма, то есть, если вы храните сумму, то, естественно, если у вас результат выполнения операции, это сумма, то есть, естественно, если вы сделаете плюс 2 на всем от подотрезки, то вот так вы уже делать не можете, да, потому что плюс не дистрибутивен по плюсу. Ну, то есть, грубо говоря, а плюс б плюс дельта не равен а плюс дельта плюс б плюс дельта. Вот. То есть напрямую вот так сделать нельзя. А какая операция дистрибутивна по сложению? Умножение, да. Давайте вот тут вот я просто заменю плюс на умножить. А плюс б умножить на дельта равно а умножить на дельта плюс б умножить на дельта. Вот. То есть если вы умножаете на всем отрезке, то вот так делать можно. Вот и все. То есть критерии, можно ли так делать или нет, это вот дистрибутивность. Понятно? На самом деле можно выполнять и сложение на отрезке, но я думаю, на семинарах вы разберетесь, как это делать. То есть тут можно применить небольшой хак, и все заработает. Давайте, значит, здесь у нас query будет выполняться по минимуму, а update будем добавлять значение на отрезку. Давайте какие-то значения напишем тут. Ну и заполним. Давайте какую-нибудь операцию. От вас давайте. Импровизация. Что? 2.7. 2.7. Update. Update от второго до последнего. Update на сколько? Update на 26. На плюс 2, да? Что мы делаем? Мы стартуем сверху. То есть мы знаем, что вот на этом отрезке нам нужно сделать плюс 2. Вот на этом. Мы находимся в вершине. Можем ли мы взять и пообещать сразу всем, что у всех будет плюс 2? Нет. Поэтому мы спускаем проблему на уровень ниже. То есть рекурсивно запускаемся от нуля и от двойки. Находимся в нуле. Можем ли мы в нуле пообещать сразу всем плюс 2? Нет, не можем. Поэтому рекурсивно запускаем сюда и сюда. Мы находимся здесь. Что мы делаем? Ничего не делаем. То есть... Ну, то есть здесь нам ничего обновлять не надо, поэтому просто возвращаем ответ. Ноль. То есть он сообщает там своему родителю, что, ну окей, апдейт прошел, и результат на самом деле ноль. Вот. Дальше спускаемся сюда. Что мы видим? Все. Мы можем сохранить апдейт здесь. Вниз можем дальше не спускаться, да? То есть все. Мы нашли наибольшие отрезы, которые входят в наш запрос. Поэтому тут храним апдейт на плюс 2. И он возвращает ответ своему родителю сколько? 1 плюс 2, 3. Все. Мы возвращаем ответ 3. То есть он видит, что слева у него ответ ноль, справа у него ответ 3. Соответственно, сохраняется ноль. Ну и все. И своему родителю он тоже возвращает ответ ноль. Идем в правую ветвь. Находимся здесь. Снова, да? Наш отрезок выходит за пределы нашего запроса. Поэтому мы рекурсивно спускаемся влево и вправо. Давайте пойдем сюда. Мы находимся здесь. Что мы тут делаем? Что то же самое? Да, сохраняем плюс 2. Потому что вот наш вот этот отрезок целиком входит в запрос. Все. Ставим плюс 2. И возвращаем ответ 6. Наш новый минимум на вот таком отрезке это 6. Спускаемся сюда. Снова мы выходим за пределы того, что нам нужно. Поэтому рекурсивно спускаемся сюда и сюда. Здесь мы сразу завершаем. Говорим 2. А здесь что мы делаем? Так, давайте вот сюда. Ну, можно и так. Ну, как бы… Тогда надо добавить просто еще один if там. Вот. Ну, пусть будет так. И возвращаем ответ 5. Все. Минимум из двойки и пятерки двойка. Соответственно, тут возвращаем двойку. Тут тоже ничего не изменилось. Он тоже возвращает своему родителю двойку. Все. Вот такая конфигурация. Давайте вот эту вот вспомогательную уберем. Нет, тут надо было сохранить. Так, давайте пока придумать какой-нибудь другой запрос. Следующий запрос, точнее. Так, давайте тут отдельно запишем, какой у нас массив на самом деле сейчас. У нас сейчас 1, 0, 3, 8, 9, 6, 5, 2. Давайте какой-нибудь запрос. Обновление или уже запрос, давайте. Что угодно. Минус 3 на 3, 5. Минус 3 на 3, 5. Так. 3, 5. И тут делаем минус 3. Соответственно, нам тут надо что сделать? Вот тут надо минус 3. Соответственно, тут 5, 6, 3. Ну, давайте снова. Да, здесь мы не можем сразу за всех отвечать, поэтому спускаемся вот сюда. Вот, что мы делаем здесь. Здесь снова спускаемся рекурсивно влево и вправо. Спускаемся влево, вправо. Здесь сразу же завершаем работу. Возвращаем 0. Здесь. Здесь снова дробимся. Так, мало того, что мы дробимся, что мы еще делаем? Перед тем, как дробиться, что мы делаем? Мы должны выполнить обещание, да? То есть вот это вот плюс 2 убираем, ставим плюс 2 здесь и ставим плюс 2 здесь. И плюс что мы должны сделать? Изменить единицу, да? Мы выполнили обещание, поэтому 1 плюс 2 это 3. Все, спускаемся сюда. Здесь ничего делать не надо. Спускаемся сюда. Обновляем обещание на минус 3. Плюс 2, минус 3, минус 1. Минус 1. Так, вот этот друг вернул ответ 3, этот друг вернул ответ 0. Ни тут, ни тут, ничего не поменялось. Теперь минус 3 пошло сюда. Снова дробимся. Давайте здесь. Здесь уже дробиться не будем, потому что минус 3 к этому не относится, да? Тут останавливаемся, возвращаем двойку. Идем сюда. Ну, снова здесь, да? Мы отвечаем сразу за весь отрезок. Поэтому мы вниз ничего не проталкиваем. Детей мы не идем. Просто обновляем плюс 2 на минус 3. То есть минус 1. Все, и тут возвращаем тройку. 4 минус 1, 3. Здесь возвращаем двойку. Вот. Ну и давайте, наконец, какой-нибудь запрос. Сделаем. Что вы хотите узнать? Давайте. Минимум на каком отрезке нужно посчитать? 6 и 7. 6 и 7. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь. Давайте вот тут. Найдем минимум здесь. Что мы делаем? Мы находимся здесь. Да? Снова. Наш отрезок больше, чем нам нужно. Поэтому рекурсивно спускаемся сюда и сюда. Вот. Этот не понимает, что происходит. У него тут ничего нет. Поэтому он просто возвращает. Ну, неизвестность. Он возвращает. Вот. Дальше идем сюда. Снова. Отрезок, за который он отвечает, больше, чем то, что нам нужно. Поэтому спускаемся влево с сына и право с сына. Спустились сюда. Он видит, что его спрашивают, а что у тебя происходит вот здесь. Да? Поэтому сразу мы можем вернуть здесь ответ. Какой ответ мы возвращаем? Вот отсюда. Три. Потому что четыре — это результат вот здесь, не обновленный. И плюс еще обновление на минус один. Да? То есть три. То есть качество ответа получаем три. Спускаемся сюда. Вот снова. Вот этот отрезок больше, чем нам нужно. Поэтому спускаемся сюда и спускаемся сюда. Здесь возвращаем ничего. А здесь что возвращаем? Три плюс два — пять. Вот. Соответственно, отсюда тоже возвращается пять. Отсюда возвращается три. Все. Соответственно, минимум из нейтрального элемента и три — это три. Ну, кажется, что... Три. Три. Продолжение следует... Так, еще или достаточно? Достаточно? Все, отлично. Так, окей. Ну и давайте обсудим, обсудим тогда, что вообще можно с помощью такого способа делать, а что нельзя. Мы частично это затронули. Вот, смотрите, какие, вот допустим у вас, давайте составим таблицу, тут кьюри, а тут апдейт. Вот, то есть если у вас есть какие-то запросы, какие апдейты вам вообще допустимы? Ну, чтобы ориентироваться. Давайте, да, и какие апдейты недопустимы? То есть тут допустимые апдейты, а тут недопустимые апдейты. Так, для минимума. Вот, допустим, мы построили дерево отрезков для операции минимум. Какие операции обновления на отрезках мы можем выполнять? Ну, давайте так, сразу дайте первый вопрос. Ну, так, на понимание, на воспоминание. Вот, допустим, мы обновляем только по одному элементу. Ну, как раньше, да, снизу вверх. Какие операции обновления нам допустимы? Да, ну вот вы хотите семерку обновить, там, не знаю, там на плюс два или присвоить тут шестерку, или там какую-то другую операцию. Какие операции вам допустимы? Какие операции на семерку вы можете выполнять? Какие угодно, да. Почему? Потому что вы можете как угодно вообще изменить это значение, а потом вы просто идете снизу вверх и обновляете. То есть если вы обновляете по одному элементу, то никаких проблем нет. С групповыми операциями, как мы поняли, есть проблемы. Ну, давайте, для минимума какие операции допустимы? Ну, сложение, да. То есть мы только что показали, что со сложением все хорошо. Присваивание, да. То есть понятное дело, что если вы присвоили на отрезке, то есть вы пообещали присвоить вот тут что-то, да, то минимум соответствующим образом тоже изменится. Ну, вот тут вот. Если вы делаете промис, то вы просто возвращаете промис на самом деле. Так, что еще? Всегда ли умножение работает? Кажется, только на неотрицательное число, нет? То есть умножение на число больше или равное нуля. Вот. Сложение, присваивание, умножение. Что еще можно? Взятие минимума, взятие максимума. Ну, обновление, ну да, то есть взять и обновить, ну то есть сказать, что в элементе нужно присвоить минимум из текущего значения и, допустим, тройки. Ну, это не то же самое, что присваивание. Почти, ну, короче. Ну, короче, кажется, что для минимума можно, для максимума нет. Ну, ладно. Так, давайте приведем пример какой-нибудь операции, которую нельзя выполнять с минимума. Ну, умножение на отрицательное, окей, да. Ну, нет, опять же, да, если, в общем, если как-то извернуться, то можно и эту операцию сделать, да. То есть мы говорим из коробки. Что работает из коробки? То есть вот так. Ну, умножение на отрицательное, окей. Давайте еще какую-нибудь операцию. Заведение в степени. Заведение в степени. Это монотонная операция. А я сам знаю какую-то операцию. Заведение в четную степень. В четную степень, да. Может какой-нибудь этот побитого или сработает? Так, кажется, такой пример работает. Смотрите. Минимум из 0.1. 1.0. Побитого или с… Нет, побитого и. И. Вот, минимум здесь. Сейчас какая-то побитого операция надо придумать. Так, давайте попробуем и или. Так, если тут будет 0.0, если минимум из… Ну, тут тоже 0.0 будет, да. Что это такое? О, сейчас. А если на 0.1? И 0.1. Тогда ответ тут минимум из 0.1 и 1.0. Ну, в двоичной записи. Да, это 0.1. 0.1 и 0.1 это 0.1. Вот. А минимум из 0.1 и 0.1. 1.0 и 1.0. Это 0. Ну, 0.0. Вот, да. Поэтому побитого и не работает. Взятие модуля. Взятие модуля. Взятие модуля. Взятие модуля. То есть каждое значение заменить на модуль. Интересно. Ну, да. Кажется, что… Сейчас, секунду. Да, не работает. Сейчас, стоп. Модуль. Сейчас, подождите. Не путайте. Модуль – это не бинарная операция. Ну, что бинарная операция мы рассматриваем. Ну, если предполагать, что там мы всегда обновляем на одно и то же число, то… Да, то, ну, окей, можно. Да, тоже пойдет. Вот. Что? Наименьшее общее кратное. Тоже, скорее всего. Ну, да, да, да. Тоже. Ну, окей, с минимумом пойдет. Ну, понятное дело, что с максимумом, ну, примерно та же самая ситуация. Да, минимум, максимум, неважно. Ну, и давайте для суммы что-нибудь придумаем вместе. Давайте просто по этим операциям пройдемся и пробуем понять, можно ли тут что-то сделать или нет. Ну, сложение по сложению и дистрибутивно. Нет, да, мы уже это рассматривали. Вот. Присваивание на отрезки можно сделать? Ну, верно ли, что a плюс b равно дельта? То же самое, что a равно дельта плюс b равно дельта. Нет, кажется, тут два дельта, да, а тут дельта. Вот. Поэтому присваивание тоже нельзя. Умножение. Умножение можно. Причем на любое число. Умножение можно. Так, а побитовой операции? Ну, скорее всего, тоже нет, да. Ну, с побитым там все странно, поэтому предполагаю, что нет. На самом деле сложение можно заставить заработать и с этими операциями. Но, как я сказал, это давайте оставим на семинары. Вот. А на этом все. Спасибо. Спасибо.